Мы витание нашим глядачам. На продолжение информационного блока будем спелкуваться с гостями в студии. У нас актуальное интервью и я представляю наших гостей. Это народный депутат Украины Борис Филатов и экс-мэр места Вильнюса Артура Зуокас. Добрый вечер нашим гостям. Добрый вечер. Доброй дачи. Давайте, наверное, начнем с общего вопроса. Обоим, кто первый, определяетесь. Вы, Борис, человек с таким богатым паспортом в плане передвижения, в плане поездок. Вы, Артура, гость нашего города. Оцените, определите, сколько времени городу Днепропетровску потребуется для того, чтобы измениться в сторону европейскую. Я не хочу сравнивать нас с советским мегаполисом, потому что все-таки мы уже не совсем советский мегаполис. Но вот для того, чтобы нам двинуться и получить европейское лицо, сколько нам нужно для этого времени и что для этого нужно? Я бы предоставил право ответа гостям. Первоначально. Очень многое зависит от самих жителей города и, конечно, от властей, от лидеров, которые будут совместно работать с жителями города. В Вильнюс, я сказал бы, как по примеру, Вильнюс превратился в европейский город, но, конечно, еще этот путь не закончен. Я сказал бы, нам было нужно лет 10-15. После получения независимости? Даже мы получили независимость в 1991 году, в принципе, как и Украина. Но первые 10 лет это были попытки искать свой путь. Ошибки, споры и так далее, и так далее. Но реально сказал бы, чтобы город взял четкое направление в сторону Европы. Это где-то конец 1990-х годов, то есть с начала 2000-х годов. И это нам заняло минимум 15 лет, чтобы сегодня сказать, что мы европейский город. У нас нет столько времени. Как вам Днепропетровск? Вы посмотрели? Хороший город. Хороший город, хорошие люди. Вся основа есть стать европейским городом. И, как сказал бы, даже общаясь с молодежью, там некоторые говорят, вот мы там хотим уехать куда-то, и так далее, и так далее. А я скажу, что я лично никогда бы не хотел жить там в Стокгольме, или там в Копенхагене, или в Осло. Почему? Потому что там все уже сделано. Просто там скучно. Хорошо жить может быть, но скучно. Вот здесь у вас исторический момент. Ваши жители могут создавать будущее своего города. Об этом они будут сами гордиться и будут иметь, что рассказать своим внукам. Ну, 10 лет, Борис, у нас нет 10 лет. 100%. Я абсолютно согласен. Надо что-то с этим делать. Ну, я вам скажу так, что передовой опыт есть, его нужно плодотворно использовать. Поэтому я и попросил, чтобы Артурас помог мне в написании нашей предвыборной программы, и в том числе и в ее реализации в будущем. Он член нашей команды. И мы просто должны взять все то, весь тот путь, который прошли другие, и в максимально сжатые сроки его использовать. Ну, я согласна абсолютно с вами на какой-то встрече. Вы говорили о том, что, в общем-то, все уже придумано. Зачем изобретать велосипед? Есть опыт. Может быть, он будет собирательным для нас. И не делать вам ошибок, просто учиться у других, которые сделали. У нас тоже было по нашему пути много ошибок. И лучше уже учиться с тех, которые сделали ошибки, чем делать самим. Ну, сопротивление в плане людей, которые хотят в Европу, людей, которые хотят и ностальгируют по Советскому Союзу, по Советскому прошлому. У вас ведь этого было меньше. Страны Прибалтики всегда были более европейско ориентированы. И в Советском Союзе тоже. Ну, вы знаете, по-всякому. У нас даже на сегодняшний день найдете людей, которые скажут, ну вот в Советское время было лучше. А когда начинаешь разговаривать, почему? Оказывается, потому что в Советское время был просто молодым. И помнят свои молодые времена, а не Советский Союз. Это чисто психология. Но реально, я думаю, что путь только единственный, европейский путь. И для этого вам же не нужно ждать разрешения Путина или Меркела. Просто вы много, что существует сейчас в Европе хорошего, можете сами внедрять ее в своем городе, в своей стране. Ну вот когда я, кстати, не очень давно побывала в Вильнюсе. И вот вы знаете, ну для нас за границу видно вот прямо из иллюминатора самолет. Вот видно, что это такая вот, ну небольшая нота за границей уже для нас. Я к чему? Я к тому, что, ну это не только здание. Город это не только здание, не только постройки, не только там архитектура. Старый город, новый город, спальные районы. Ну конечно, это люди и это тот комфорт, с которым им живется в городе. Если он в Днепропетровске, ваша оценка обоих тоже, увидели ли вы его, вы познакомились, и в том числе с, возможно, коммунальными проблемами, да? И что нужно для того, чтобы вот те сферы, которые сегодня очень проблемные, их реформировать и изменить, чтобы мы содержание европейское получили? Если можно, я еще дам небольшую ремарку к предыдущему вашему вопросу. Я абсолютно согласен с Артурасом о том, что есть некая психологическая проблема, боязни изменений, боязни будущего, боязни неопределенности. Но я бы не рассматривал именно ситуацию в противопоставлении, что есть люди, которые хотят нас тянуть в прошлое, а есть люди, которые хотят идти в будущее. Да, хотим мы действительно людям дать перспективу, дать надежду, дать будущее, но в первую очередь для города, для нашего, проблемой являются не люди, которые, может быть, думают патерналистски или вспоминают свои молодые годы, когда все было, наверное, может быть, чуть добрее, чуть светлее, и деревья были тоже большими. Проблема это те люди, которые стоят в городской власти и которые нас тянут в прошлое, не потому, что в прошлом были положительные моменты, а потому, что они в этом прошлом живут, управляют по старым методикам и одновременно считают себя в том числе неприкасаемыми. Поэтому нам надо бороться с таким прошлым, а не, например, со славным прошлым, в том числе советским прошлым нашего города. Я на каждой встрече говорю, что, знаете как, ездь, гимн Днепропетровска, город-труженик, выше неба, слава твоя. Ну а кто эту славу создал, как не люди старшего поколения. Поэтому мы должны достучаться к каждому сердцу и объяснить, что в том числе в европейском современном городе комфортно будет жить всем. Это абсолютно логично, я думаю, Артура со мной согласится. Никто из людей старшего поколения в Вильнюсе или в других городах посткоммунистического пространства, наверное, не хочет вернуться в старые дома, в текущие крыши. И, я не знаю, в разрушенную инфраструктуру. Поэтому я бы не ставил бы тут ситуацию именно в такой контроверсии. А возвращаясь к вашему первому вопросу, не первому, а последнему вопросу, я бы сказал так, что, да, город это люди. И в первую очередь мы должны думать о людях и о решении их насущных проблем, а не, например, о каких-то мегапроектах. Как знаете, сейчас мои конкуренты говорят, что при нас было и то, и то, и то. Я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно, что мегастройки, на которых еще больше всего можно и утянуть куда-то в сторону и получить откат, они не решают проблемы людей в каждом конкретном дворе. Да, они нужны, да, безусловно, город нуждается в развитии инфраструктуры, и да, безусловно, мы будем это делать. Но после выборов мы займемся конкретными проблемами каждого двора и подъезда. Это то, что кричит и то, что стоит на повестке дня, и мы должны этим заниматься ежедневно и каждый день. Ну, это коммунальная сфера, она, безусловно, я не знаю приоритетов настолько точно, мне кажется, что она одна из самых проблемных. И всегда так будет. И всегда так будет. Ну, знаете, вот Вильнюс-то тоже ведь спальные районы, они, ну, внешне, честно говоря, в общем-то, не особо отличаются от наших. Я так понимаю, что содержание есть другое, и реформа была у вас проведена, да. Это реформа, изменения, как вы называете, те изменения, которые от советского до нынешнего. И самое главное, что сейчас, как у нас работает достаточно хорошо, программа, совместная программа государственная, городская, и в том числе с участием частного капитала для модернизации домов. Это помогает уже привлечь нормальное качество для проживания многоэтажных домов, конечно, снизить употребление энергии, и, конечно, платить меньше, а жить лучше. Этот путь сложный, он тоже непростой. Как раз вы только вы начинаете. В Вильнюсе это было начало где-то в 96-м, 97-м годах. И это сильно изменит даже облик тех микрорайонов, которые были построены в советское время и были, как правило, как и в Вильнюсе, везде забыты. Проблемы парковки, проблемы окружающей среды, проблемы детских игровых площадок и так далее. Это большая работа, и она всегда будет очень важна для каждого жителя города. И всегда. Проблемы с площадками у нас на самом деле решаются. Они решаются во время выборов очень хорошо с детскими. Но, к сожалению, нашему это не все то, что нужно. У нас грядет осень, отопительный сезон, огромные тарифы для людей, они еще станут больше, а услуг практически ноль. Вот что с этим делать? Я не знаю, мне кажется, что вот с каждым годом все становилось хуже и хуже. И вот сейчас, если вы это получите в наследство, то просто практически это ничего уже. Это все заново нужно строить. И насколько я понимаю, реформа, она состоит в том, чтобы преобразовать ЖЭКи в какие-то сообщества, совладельцев домов, либо это частные компании. Это путь, который прошла ваша страна, который прошел ваш город. Правильно? Да. Что это дало? Что это дало людям? Дало то, что на сегодняшний день каждый житель многоэтажки понимает, что его собственность – это не только квартира, где он живет, но весь дом. И как-никак это тоже его собственность и, конечно, какая-то ответственность. Дальше на сегодняшний день наши жители могут выбирать услуги у разных компаний. Те компании, которые будут самые лучшие по качеству и, конечно, по ценам. Потому что существует реальная конкуренция, открытая конкуренция. Город, городская дума, городской совет, мы подтверждаем всегда потолок цен, чтобы никто не начал договариваться и брать завышенные цены. Это четко контролируется и, в принципе, на сегодняшний день те старые дома, которые были уже близки развалу, сейчас восстанавливаются заново, даже их цены повысились. То есть состояние, которое есть у жителей, сейчас стало намного дороже, чем было до этого. И, конечно, качество жизни. А деньги откуда? Деньги для модернизации у нас тоже самое, я понимаю, что, возможно, в Украине даже есть такие программы. Часть идет из бюджета города, часть из государственного бюджета и иностранные финансовые доноры, как Мировой банк или Банк развития или реконструкции. Такие программы, я вижу, тоже существуют и даже в Украине. Но для этого нужна активная власть, активные люди, как Борис, которые не ждали и не смотрели, как люди сами что-то делают, но пришли и помогали. Вот вчера у нас была интересная встреча, круглый стол, об этом много говорили. Я удивлен, что на сегодняшний день те жители, которые сами хотят создать домовые общины, они не получают информации. В Вильнюсе мы сразу, когда такой закон вышел, примерно то же самое, что сейчас у вас, создали специальное отделение, приняли людей дополнительно. И они ходили сами по всем домам, объясняли, что нужно делать, как нужно делать, участвовали в собраниях и помогали людям решиться и создавать домовые общины. То есть городская власть всегда, администрация должна быть рядом или впереди даже, перемен, а не стоять и говорить, вот закон есть, пойдите, сами делайте. С информацией поможете? Да, абсолютно. А с информацией нужно начинать. Я абсолютно согласен с Артуром. Вчера на круглом столе эта тема поднималась очень плотно, но более того, хочу вам сказать, я каждый день встречаюсь с людьми, причем очень много людей, встречи, не знаю, 200-300 человек, иногда до 500. И тема создания ОСМД, она очень актуальна. Мы уже говорили о том, что у людей есть психологическая боязнь будущего, и люди попадают в такой капкан, то есть они в 90% случаев все понимают о том, что ЖЭКи не работают, что ЖЭКи не имеют никаких перспектив, но при этом боятся, что ОСМД их будут загонять или навязывать им управляющие компании. И намеренно людей как бы накачивают, распускают слухи и пытаются эту тему дискредитировать. Не говоря уже о том, что за жилищно-коммунальной мафией, которая есть в нашем городе, стоят крупные финансовые интересы, и они не заинтересованы в создании, в том числе, сообществ жильцов. Поэтому мы уже начали делать программу по информированию населения, издали методичку, будем проводить семинары, привлекли в нашу команду председателей ОСМД, создали рабочую группу, потому что, ну, как сказать, альтернативы нет. Нет. Действительно, закон предполагает различные варианты, варианты, которые жильцы могут выбирать самостоятельно, никто никого насильно никуда не будет отправлять, но все должны прекрасно понимать, что система жилищного хозяйства, она нуждается в реформировании, у нас нет другого пути. А не так, как людям рассказывают, мои оппоненты в том числе, говорят, да не, вы подождите, этот закон отменят, все будет хорошо, мы наведем порядок и так, но это вранье. Ну, я вам скажу, чего бояться. Первое, это то, что это станет дороже, да, слово частный, оно вызывает у всех одну ассоциацию, если частный, значит, работает на себя, значит, будут тарифы за услуги выше. Это в первую очередь. Во вторую очередь боятся получить в наследие там совершенно рваные крыши, совершенно там такие ужасные коммуникации, которые, ну, хоть как-то, да, ну, возможно, из бюджета финансировались. Людям говорят о том, что вы это получите, теперь вы будете свой дом, все трубы, все крыши сами ремонтировать. Я думаю, сейчас Артура вкратце скажет опыт, который уже прошла Литва с частными услугами, но частный, это не значит дорогой, потому что если на рынке жилищно-коммунальном будет конкуренция свободная и прозрачные правила игры, и те компании, которые будут представлять услуги, могут конкурировать между собой и у людей будет возможность выбора, то это не значит, что это будет дороже, качественнее 100%. А когда, знаете, во многих городах области, даже не хочу называть, созданы вроде бы как компании, которые управляют и которые, в общем, оказывают сервис, а потом выясняется, что все эти компании являются фактически монополистами, и за ними стоит, например, ныне действующий мэр и его семья, то, конечно, такие частные компании нам 100% не нужны. Ну или это приватизация, например, прошлого начальника ЖЭКа, да, мы слышали уже такую информацию о том, что приватизируют и становятся, так сказать, главами ОСМД бывшие начальники ЖЭКов, что от этого может поменяться? Ну, прочитает он вашу методичку, ну, не знаю, сходит на какой-то семинар, но я не думаю, что кардинально методы работы его поменяются. Нужны новые какие-то другие люди, возможно, без опыта, предыдущего опыта в данной сфере. Я не знаю, где вы таких людей возьмете, конечно, это, ну, это, наверное, к вам вопрос. Как правило, я скажу, в Вильнюсе очень успешные ОСМД, то есть, когда мы в общине, где живут активный пенсионер-инженер. Он имеет много свободного времени, он имеет знания технические, и он говорит, слушайте, уважаемые соседи, я буду заниматься нашим домом. И, как правило, это успешные варианты. Они сами тогда выбирают, кто им будет лифт чинить, какая компания там двор будет присматривать или там лампочки менять. И таким образом они сами хозяин. Но для этого, как я сказал, нужен хороший, активный пенсионер, и чтобы был бы как минимум инженер. Или группа, даже еще лучшая группа. Конечно, есть второй путь, когда уже сами общины выбирают компанию, которая обслуживает и которая за них делает контракты, но жители их это контролируют. Должна быть четкая отчетность, скажем, по нашим законам и по нашим правилам в Вильнюсе. Если компания хочет чинить крышу, скажем, она должна сделать конкурс или как минимум опрос. Дать возможность посмотреть на цены, на калькуляцию, какие варианты были предложены. При том, вся информация публична. Сосед может, то есть, собственник одного дома может посмотреть, а почему вот соседний дом там дешевле было. То есть, прозрачность и открытость это важный элемент. Но самое главное, то, что мы как раз говорили много с Борисом, его командой, чтобы власть была активная и не оставила людей одних. Мы сразу в Вильнюсе начали делать. Сначала сделали технические, так называемые, паспорта на каждый дом. То есть, какое его физическое состояние, второе энергическое состояние и так далее. Дальше... Энергопаспорт на каждый дом. Да, энергопаспорт. Дальше очень важно, мы сделали типичные проекты на каждый вид дома, потому что, так как у вас и у нас в советское время строили типичных домов. То есть, сделали специальные проекты, как этот дом может быть модернизирован, как он будет выглядеть, где, возможно, приняли решение расширять балконы, сделать даже побольше, если возможно, сделать побольше кухню, чтобы было нормальное качество жизни внутри. И, таким образом, мы можем контролировать вид города. И также этот проект отдается уже общине бесплатно. Специальные программы субсидий и компенсаций, чтобы намного было дешевле делать модернизацию дома и не то, что только платили жители. Субсидии от государства? У нас три источника. Часть эта идет из бюджета города, государства и иностранные, как я говорил, уже финансовые гранты, которые для этого используются. И вот дам пример. Первый дом мы сделали как показательный. Даже вот приезжали журналисты из Днепропетровска, они там делали прекрасный материал, спрашивали жители, сами спрашивали. Говорит, хорошо, хорошо. Насколько дешевле сейчас вам, скажем, счета на затопление? 40%. Это не теория, не бумага, а реальный факт, потому что там люди живут уже лет 7. Притом еще цена на их квартиры поднялась тоже на процентов 25 по сравнению с теми домами, которые не модернизированы. Ну, потому что они дешевле в оплате, конечно. Я слушаю вас, у меня только один вопрос. Откуда деньги? У вас спросят. Откуда деньги? Вы говорите, часть из бюджета страны, часть из бюджета города. У нас ни на что, по-моему, нет денег. Единственное, что мы регулярно слышим от нынешней власти, от прошлых, в том, что денег в бюджете нет. Ни на что. Их не хватает. Даже на техническую экспертизу, на вот такие энергопаспорта, это тоже какие-то затраты. Кто-то их должен сделать. Я понимаю, что это не очень дорого, наверное, стоит. Это не дорого, стоит это раз. Второе. Так и так же вы платите каждый месяц, небольшую сумму, каждый месяц ЖЭКам, которые должны скапливаться. То есть вы уже платите, как только эти деньги используются. И, конечно, это зависит от приоритетов города. А у вас уже существует государственная программа, подтвержденная вашим украинским правительством, для помощи общинам, которые будут принимать решения для модернизации своих домов. Есть команда, которая будет этим заниматься? Конечно. Команда есть. Команда молодых политиков, перспективных, не связанных с прошлой властью, не связанных с властью нынешней. И вообще мы пишем нашу программу от людей. И для людей, а не так, знаете, мы могли бы взять, например, каких-то умных технологов, они бы нам написали программу, мы бы напечатали в красивых брошюрах и раздавали бы людям. Поэтому эти круглые столы, они не просто так организовываются. Мы хотим услышать мнение экспертов, мнение специалистов. И через, в том числе, общение с экспертной средой привлечь в свою команду новых специалистов. У нас вопросами ОСМД, в частности, будет заниматься известный в городе активист Павел Хобот. Я думаю, он в городе один из лучших специалистов, который этот вопрос знает досконально. Он даже когда-то написал по вопросам управления жилищным хозяйством целую монографию, порядка 340 страниц. Эту монографию мы будем переиздавать и презентовывать, в том числе, председателям ОСМД и всем общежелающим. Подобрана молодая команда, команда высокопрофессиональная, которая готова решать любые задачи. А что вы слышите от людей, когда встречаетесь с ними? Надежды на новую власть? Что это новая власть, другой человек придет и что-то изменит или что-то сделает? Или все-таки желание и понимание, что многое нужно делать самим и менять подход самим жильцам? Я вам скажу так, сколько людей, столько мнений. И, конечно, с учетом происходящих в стране событий, она где-то стоит на водоразделе между прошлым и будущим и между разными типами сознания. Кто-то продолжает еще надеяться, люди патерналистского склада характера, на то, что придет добрый дядя и всем решит все проблемы, сделает всех богаче, счастливее или здоровее. Но очень много людей, причем разного возраста, начинают понимать, что мы должны превращаться в общество ответственных граждан. И на каждой встрече люди говорят, государство до такой степени себя уже дискредитировало, что мы надеемся только на себя, на своих родных, на своих близких, на своих коллег, на своих земляков. И я в этом их поддерживаю. То есть на каждой встрече, я говорю, мы тоже вам протягиваем руку и подставим плечо. Потому что не надо верить тем политикам, которые обещают, что они завтра решат все проблемы местной территориальной громады. Мы должны эти проблемы решать только сообща. А вам, ну это интересно, это масштаб ваш, вы сегодня народный депутат, у вас есть возможность творить законы, влиять на судьбу страны. И группа там у вас, межфракционное объединение достаточно серьезное, а тут вот какие-то, не знаю, мелочи городские. Ну это, во-первых, не мелочи, а во-вторых, я вам скажу так, это возможность показать конкретный результат. Если вы помните, то во время нашей работы в Днепропетровской областной государственной администрации мы показывали конкретный результат. И, наверное, были той командой, которая единственная в истории Украины, людей, которые не плевали в спину, когда она ушла. Командой такой творческой, креативной. Поэтому я человек действия. В Верховной Раде, да, действительно, я возглавляю в том числе серьезную комиссию по контролю за приватизацией и есть чем заниматься. Но хотелось бы, знаете, результат пощупать руками, чтобы ты каждый день был удовлетворен результатом своего труда. В Верховной Раде, к сожалению, очень много пустопорожных разговоров и сотрясания воздуха. Увы, но я думаю, это не только в нашем законодательном оргате, это вообще как бы сама парламентская история такова. Если можно, добавлю, потому что много общего у нас с Борисом, так как журналисты тоже предприниматели. Вы тоже журналисты. Да, и я тоже был членом парламента, участвовал. До своей мэрской деятельности? Нет, я сразу, я был два раза, две каденции мэром, с 2000 по 2007. Потом я стал членом парламента, руководил своей фракцией, также мы были членами коалиции, наши члены партии участвовали в правительстве. Но я ушел через полтора года из парламента и стал третий раз, третью каденцию мэром города Вильнюс. Ответственность мэра намного больше, чем депутата парламента или рады, потому что ответственность мэра начинается с больницы, где рождается новый житель города, и ответственность мэра также за кладбище, которое надо присматривать. То есть весь цикл жизни – это ответственность мэра, это самая лучшая работа, какая можно быть в мире. Она интересная, много надо знать, надо быть очень активным, поэтому я уверен, что Борису это намного интереснее, чем, скажем, быть членом рады. А мэр – это политик или хозяйственник больше? Вот как вы считаете? Он и отец, и коммунальщик, и уборщик, и стратег, и, не знаю, то есть все входит в качество, то есть какие должны быть качества у такого человека? Вот все на мэра, а команда? Команда бесспорно важна. Больше зависит жизнь в городе от мэра или от его команды, от личных качеств мэра, от его образования, я не знаю. Это просто я вот привожу такие примеры, чтобы вы ответили, и люди понимали, по какому принципу выбирать. Знаете, у нас совершенно смешные принципы иногда бывают. Я бы хотел единственную сделать ремарку, вот вы сказали, политик или хозяйственник. Я бы вообще не делал такого противопоставления. Более того, я считаю, что сейчас намеренно в умы земляков вкладывается такая политтехнологическая матрица о том, что люди вот хотят голосовать за хозяйственников. И я на каждой встрече с людьми разговариваю, говорю, ну вот смотрите, вот 24 года мы голосовали за хозяйственников. За тех, кто обещал нам сделать дороги, за тех, кто раздавал гречку. В результате все дороги разбиты, и кушать тоже нечего. И в этом месте люди начинают аплодировать, потому что они понимают прекрасно, то есть мэр не может быть политиком, хозяйственником, популистом, я не знаю, еще кем-то. Это до такой степени сложная, интересная профессия, если можно так сказать. Ну, деятельность. Да, деятельность. Деятельность. Надо жить городом, мы говорим. Да, надо жить городом, надо его любить, надо родиться в этом городе. Надо, чтобы с этим городом у тебя были связаны все твои воспоминания, эмоции, я не знаю, даже интересы. Я никогда не скрывал о том, что я не бедный человек, и здесь, в этом городе расположен мой бизнес, в том числе. Но это не значит, что этот бизнес будет иметь у меня приоритет, если мне горожане доверят пост городского головы. Поверьте мне, мне было чем заниматься, и когда меня пригласили в Днепропетровскую областную государственную администрацию на должность замгубернатора, то я бы мог, наверное, отказаться. У нас были все возможности. Но мы пошли и сказали нет, и русской весне, и агрессии, и остановили войну. Поэтому мэр не должен быть парашютистом. Мэр должен быть влюблен в этот город. Ваша оценка, вот по каким принципам, ну, нельзя, три самых главных. Назовите вы мэр со стажем. То, что говорит Борис, и, как я говорю, наша, как бы, биография похожа. Это для людей, вот, на что ориентироваться? И я бы голосовал за Бориса. И расскажу, почему. Потому что у нас в Литве люди думают, что хороших политиков не бывает. А если есть такой идеальный мэр, он где-то ходит по улицам, но не участвует на выборной кампании. Просто его нет. Таким образом, я уверен, что Борис самый лучший среди них. Почему? Потому что я его знаю, потому что я знаю биографию, тем более практика журналиста очень важна. Почему скажу? Потому что журналист никогда не торопится с выводами. Журналист всегда хочет иметь, как минимум, два или три независимых источников, чтобы делать решение. Это очень важное качество для мэра. Также, если есть опыт журналиста, вы умеете общаться с людьми, вы знаете. Борис предприниматель. Я тоже был в бизнесе, открывал в Вильнюсе, когда-то первый Макдональд в свое время, и так далее, и так далее. Это надо тоже понимать. То есть, владетелю управлять хозяйством нужно, чтобы у тебя была практика до этого. Вы должны создать себя, показать, что вы уже посадили свое дерево, что вы уже возможны позаботиться о своей семье. Потому что вам будет нужно заботиться о всем городе. То есть, эти все качества у Бориса есть. И если я бы здесь жил, я бы голосовал за Бориса. Спасибо. Посмотрим, посмотрим, каким будет наш опыт. Спасибо за ваше участие. Приходите еще. Интересно вас слушать. С удовольствием. Я еще раз напоминаю нашим глядачам, что саме в нашей студии был народный депутат Борис Филатов и экс-мер Макдональд Вильнюса Артура Зокас. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.